Спецоперация, медицина, образование, ЖКХ. Вопросы президенту затрагивали почти все сферы жизни россиян. Прием обращений от жителей страны проходил с 1 декабря до начала трансляции программы. Впервые прямая линия была совмещена с пресс-конференцией по итогам года. Президент сделал акцент на стабильности экономики. Показатели роста ВВП на 3,5%. Путин заявил, что с 1 января МРОД будет повышен на 18%. Реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Но в среднем по стране это статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, а где-то под 5% будет. Большая часть вопросов была неразрывно связана с СВО. На прямой линии выступали сами военнослужащие и их семьи. Вопросы трудоустройства, нехватки дронов, должной реабилитации раненых бойцов, которые возвращаются обратно на фронт. Эту часть населения волнуют выплаты, проблемы получения удостоверений, статуса ветерана боевых действий. Президент развеял слухи о повторной мобилизации. Прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята. Просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Ну, сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий. Ну, в зоне СВО. После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе, к заключению контрактов с вооруженными силами. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Ну, зачем нам мобилизоваться? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Президент также затронул социальную сферу. Острые вопросы, на которые попросили обратить внимание граждане – газификация, нехватка кадров, в частности, врачей и учителей в маленьких городах и селах, обновление коммунальной инфраструктуры, индексация пенсий и рост цен на продукты. Владимир Владимирович прокомментировал причины повышения стоимости курицы. Спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают. Но вовремя не открыли. Сейчас нужно было вовремя решить вопросы в рамках Еврозес. Решения приняты, по-моему, на днях. Во всем случае, в декабре должны быть приняты. И ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. В своих ответах Владимир Владимирович затронул темы здравоохранения, экологии, спорта и международных отношений. Президент озвучил планы на предстоящий год. Отметил, что главным вектором станут меры поддержки молодым семьям и повышение рождаемости. Запись прямого эфира можно посмотреть на Рутубе. Продолжение следует...